Видеоотчет. Сделал не так много, как хотел в своей игре, опять же, да, как обычно я начинаю, немного не объяснив сразу, перехожу к делу, непонятно, что за дело-то вообще. В общем, сделал так, чтобы камера приближалась к персонажу постепенно, когда он останавливается, а когда она начинает двигаться, она отдалялась и расширяла границы обзора нашего. В платформере звучит как что-то такое эпическое, но это просто в платформе. Поэтому вот так. Теперь можно разглядеть хоть какие-то детали, которые были прорисованы и задумывались, как примерно то, что будет видно именно на смартфоне. Непосредственно это вот хорошо заметно, что поменялась в лучшую сторону достаточная штука, штука под названием игра, вот, и уже приятнее, приятнее немножко стало. А вот с нашими другими объектами, надушевленными NPC, скажем так, вот сейчас разбираюсь, пытаюсь сделать так, чтобы один объект наследовал разные качества и был как будто бы двумя для игрока, но для программы это был бы один объект в разных состояниях, условно. Ну, если так просто говорить, упрощать. Пока не получается, они все синхронизируются, начинают шевелиться, как роботы синхронные и это немножко расстраивает, ну, как бы, не то, что расстраивает, а в ступор вводит. Ты такой думаешь, что? Ну, меняю сейчас, пробую, экспериментирую, пытаюсь выяснить причину, почему так. Но это у меня получалось первый раз, когда я делал отдельный проект и пробовал в нем отдельно потренироваться с таким вот способом. Способ получался, сейчас пока не очень, чтобы получается, они все синхронизированы, вот в процессе, в общем, сейчас разбирательство, как с этим быть, как решить эту проблему. Пока на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok